ребята всем привет собственно недалеко уходя от прошлой темы вот смотрите какая обновочка в общем колонки поменял и понравилось мне жутко как колонки в общем-то заиграли с yamaha a6 вот ну решил я в общем то уже так это обновиться конкретно и вот взял уже так сказать над думал сначала в контексте раздельных компонентов там отдельно а в ресивер отдельно усилитель но с учетом того что у меня опять же колонки они активные получается то есть это вот definitive эти технологии у них тут как я уже говорил там сап пассивные активные с одной стороны с другой стороны здесь каналы высокие средние и с тыльной стороны этот модуль атмосовский вот то есть у них встроенный усилитель класса d 300 ватт в каждой поэтому мне по сути прям вот сильный какой-то усилитель как таковой и не нужен то есть мне по сути хватит ресивера качественного который будет прокачивать там сап центр и мои вот эти вот тыльники но они там вообще пищалки какие-то взять условно раздельные компоненты какой-то качественной фирмы даже вот если говорить про над да ну представьте сколько бы стоил отдельно а в ресивер аудио-видеопроцессор точнее надовский и еще какой-нибудь качественный усилок тоже условно надовский то есть там ценник вышел бы я не знаю там больше 06 стака а вот ресивер надовский t778 его вроде как все хвалят говорят что он достаточно неплохой удачный вот играет неплохо поэтому я подумал что наверное мне как раз вот для всей этой не ошибка профессиональной истории как раз вполне себе будет хватать нормального качественного ресивера собственно то есть но по функционалу как мне кажется ямаха может быть там где-то даже выигрывает с количеством там портов hdmi 2.1 честными да вот этими всеми историями как будто 4k там 8k все это она конечно тянет здесь ситуация как-то по скромнению сколько я знаю то есть тут по моему 4k вывод видео на одном hdmi порту и по моему может быть я ошибаюсь конечно но ограничен 60 герцами то есть тут сто двадцатки нету но мне в принципе пофигу хоть у меня тут сонька и стоит на самом деле я на этом телевизоре сонька то не играю но больше в другой комнате но опять же если вдруг то я как-то не буду сильно переживать что у меня там условно не получится в сынку по 120 герц пошпелить то есть все-таки тема больше для кино ну и для там понятное дело для музыки может останется место еще и для музыки хотя все говорят что останется вот и все-таки как плюс что в этом ресивере предусмотрено это возможность менять модули то есть он модульный есть возможность грубо говоря с выходом новых каких-то там компонентные базы форматов и проще всякой ерундистики вот этой вот да там взять наверное купить модуль поставить его и тем самым проградить аппарат то есть компания заявляет что таким образом она может с вами остаться на долгие годы ну возможно это правда то есть вот тут на картинке раз показано где можно подобного рода модуль устанавливать выкручиваться вставлять то есть как писей карту какой-нибудь да и по моему вот это тоже модуль внизу можно также вынимать ставить вот ну все форматы которые мне в принципе сейчас интересны долги диджи долги атмос они все тут есть опять же честного долги атмоса это еще комнату надо превратить кинотеатр но я как бы тут живу поэтому мне комната виде кинотеатра не нужна с кучей колонок там везде и всюду так что я буду в каком-то компромиссе находиться собственно хотел бы я снять там как-то распаковку у меня жена на даче поэтому я буду снимать так это с руки вот достану покажу просто наверное визуально и вы его и так все тысячи раз видели а потом уже наверное его когда подключу скажу какое-то мнение так вот его достал буклетики буклетики вилку в розетку суете что пальцы не суете серии слушайте стримы всякие с нашим супер мега пупер блюз приложением потом тоже какая-то брошюрка по поводу блескит то есть это понимает это донгл который вот подключается видимо везде порт ресивера тут соответственно вот она прелесть моя это вот ради чего может быть все издевалась вообще пощупать попробовать дирак что он там еще может уметь типа он даже и 7 маг поддерживать android ios все дела вот да мне вот как то так сказали что вроде как микрофон там надо покупать не знаю микрофон в комплекте для гирога понять что может быть не шутка крутой я тоже как бы не шутка требуете минуту сойдет и тут блески тут два вида вилок это какая-то все пойми какая вот это наша отечественная и и тут у нас крепление это стойку этот наверно заглушки клеем это как мне кажется вот пульт такой дедовский если честно пульт вот еще какой-то минимум пульт и батарейки два комплекта gp и тут батареечка еще какая-то для мини пульта как-то это тут вот вот а вот сам в общем-то ресивер все тут это самое 1000 слов о том что обязательно надо обновить как бы на этот не знаю ничего особенно как-то отдельно сниму мои друзья запах этот нового свежего пластика как же он прекрасен в общем-то вот так вот тут все сделано на самом деле он не такой большой мне кажется я маха побольше было по размерам вот мне на самом деле не все нравится что там сзади вентилятор как-то ну раз надо так надо красота ну все будем ставить подключать смотреть что эта штука умеет ну вообще целом по дизайну ну как-то мне прям зашло да понятно что тут ничего такого замудренного нет но вот идея с этим дисплеем мультитач нам что типа вычета выводится ну как-то сразу же становится не такой скучный как остальные то есть на нем может показываться как я понимаю видим на картинках поэтому она тоже как-то в интерьере становится заметным интересным дай бог чтобы он классно там звучал вот так же что еще мне понравилось что тут в принципе достаточно честно все сделано в контексте настройки тех же самых каналов вот то что в yamaha было там как-то все это было очень замудрено были заранее предложены схемы как все должно с чем работать насколько я видел по моему надо можно прям вот без всякой заморочки говорить вот есть у меня этот канал этого канала у меня нет этот канал у меня есть там условно этот игра этот не играй они так что грубо говоря есть какая-то схема в которой предусмотрено условно обязательно там суром чтобы был мы с у меня нет суром да у меня там может быть только задние есть то есть ну в yamaha например когда это пытался сделать они в общем сразу недоступными становились здесь мне кажется такого не будет и все можно будет регулировать прям отдельно вот ну не знаю в остальном все так вроде как компактненько мало каких-то выходов входов но мне на самом деле для моей системы принципе хватит больше не надо так что будем смотреть так ну в общем вот я понял пока вот из того что я посмотрел из этих буклетов в общем вот это вот херня блюз она так вообще мне нах не нужна то есть у меня там будет стоять ресивер и кабелем будут внутреннюю в роутер по интернету поэтому в принципе все это херь не знаю может быть только из-за bluetooth вот этого вот адаптера нужно будет посмотреть мне кажется тот же airplay он будет работать и просто по сети ему там bluetooth не надо ну посмотрим в общем из этой хрени дирак я понял что вроде как меня тут в ресивере ограниченная какая-то версия дирак лайва то есть с ограниченной как сказать шириной этого диапазона если вы хотите идти поможет вас вообще все было по красоте купите вот мол полную версию и тогда 20 герц до 20000 герц сможете делать какие-то там настройки ну я честно не знаю из этой инструкции понятно что куда втыкать там розетку в розетку колонку в колонку HDMI тут гарантия какая-то американская тут вот стримите все дальше ничего у вас тут нет ну тут понятно обновить и обновить и вот все дальше вас ни черта нет то есть вам надо идти на сайт над и искать там инструкцию оттуда ее скачивать читать и уже разбираться поэтому мы конечно такой херней заниматься не будем мы доверимся нашему простому методу тыка и нетерпячие так что попробуем все это как-то захреначить как есть друзья пока его окончательно не загнал в это место калачная куда его там поставлю и он будет долгое время пылиться давайте еще раз посмотрим на все его выходы и это самое кому тут ну что понятно сам для себя вы какие-то сделает мне вот только одно понятно что фронты центральный это задний правый окружающего звучания окружающего звучания левый это получается наверное у нас с рамп бэк прайд то есть этот уже как раз прям задники правый левый и тут тут еще есть получается клеммы выхода на хай хай там лево вот этот колонках то есть правый и левый то есть получается он также по биампингу спокойно может работать то есть тут наверное разделяется этот вот усилитель и еще вот такую деталь я заметил то что тут сказано блин ни хрена короче вот тут написано что у него 1000 ватт то есть это означает что он как бы может жрать киловатт если у него получается раз там два три четыре пять шесть семь восемь девять каналов и там что-то заявлено 150 ватт на канал до 120 ну или что такое честное то есть ну чисто даже арифметически можно охотно верить в то что это правда что он реально тянет и выдает свои честные там 120 ватт на каждый канал вот помимо всего прочего я узнал что сабвуфер он не поддерживает как бы пассивный ну то есть он как наверное будет там работать но написано что вроде мы с пассивными сабвуферами он не очень потому что у него туда особо ничего не выдается то есть он подключается вот сюда и здесь там грубо говоря усилителем на этом канале никакого нет поэтому рекомендуется с ними использовать как раз таки активные сабвуферы те которые имеют свой какой-то усилитель ну так на заметку все и так это знают все и так буду ржать но это просто мало ли так друзья в общем ну кое как я все это дело подключил минус то что у него сзади у клемм мне там тоже вот эти задними задними колонки в общем-то не без бананов и их нужно просто так прописывать и у него там только снизу есть возможность туда это все дело затолкать ну в общем первым делом конечно же поле сразу же обрядится там есть обновление сейчас он обновится так покажу еще раз меню я думаю и так уже многие увидели ну мало ли все таки кому-то может быть интересно кто там планирует покупку так далее смотреть менюшку так что тоже сейчас поснимаю короче я не знаю парни у меня как бы сказать у меня в жизни никогда ничего такого не не было чтобы так играла я честно не думаю что настолько будет сильно большая разница опять же если бы сейчас как-то я поменял бы колонки ресивер и все это сделал бы сразу то я наверно бы может и не соотнес бы это как-то именно с ресивером я бы сказал ну чё я колонки поменял там понятно делал колонки дорогие крутые классные все остальное но я вот реально охерел от того как он заиграл причем знаете как получилось я когда его подключал там понятно что он был выключен все дела потом просто когда первый раз начал втыкать у меня там был включен тв приставка shield и на ней с прошлого раза видимо каким-то хером остался там youtube она хоть и не работала но видимо она как-то сразу включилась сразу включился youtube из последнего места произведения а я когда свой ресивер там продавал человек в общем то попросил мне поставить там на youtube и ролик я ему ставил вот он слушал там вроде как чего-то и сейчас так получилось забавно что я этот ролик слушал опять же на ямахе и сейчас вот я включил в общем то сразу же вот его он как-то подхватил этот канал и сразу же начал начал играть этот ролик я то есть сразу так и не понял думаю это чего у них там заставка такая что сразу какой-то ролик там играет вот но я и охренел от того что это все-таки никакая не заставка не демо версия там этого всего а это ну по ну по-настоящему вот тот в общем-то трек который играл тогда я его слушал на ямахе могу сказать что блин ну слов нет играет охеренно намного круче чем было я вообще нисколько не жалею вложенных сил средств на вот этот вот апгрейд мне вообще все очень понравилось звук просто вот нет слов там как он раскрылся то есть когда я поменял колонки я уже там почувствовал разницу с ямахой но когда вот сейчас я запустил это все дело с надом я не знаю там вообще просто пушка меня басом этим просто вынесло можно сказать и причем там еще есть режим инхэнсит бас у меня же как я говорил колонки они и так в общем-то с усилителем и с сабами встроенными и тут получается есть такая прям настройка в менюхе где сказано что если у вас там колонки latch а у меня они получаются latch потому что они полноценные со встроенным в общем-то сабвуфером и еще на них атмоса переключена и в общем-то если грубо говоря у вас там latch то вы имеете возможность да и у вас там есть отдельно стоящий сабвуфер вон кстати то вы можете еще включить режим extra bass и тогда у вас будет как бы работать это вся херня полностью то есть и колонки бомбить там полный спектр и в общем-то сабвуфер блин друзья я честно я херел просто вот я не ожидал что у меня в жизни когда-нибудь будет подобного рода героина которая будет звучать вот как-то так то есть ну а ген наверное ничего не сказать мне вообще никакие не нужны там эксперты я сам все слышу сам все понимаю ну просто похереть так ну давайте я поменюхи вам быстренько все покажу расскажу вот и собственно наверное будем на этом заканчивать ну в общем то наверное звук вам вас производить я не знаю смысла нет у меня же нет какого-то крутого микрофона я по сути тут с айфона снимаем он вот классно что вот менюшка такая да ну то есть прикольно все выглядит интересно забавно как-то весело так это скучно как на обычных какие-то ресиверах плюс то вот она же опять же вот она такое вот все точная тут все трогается выбирается нажимается попробовал я их play работает с айфона все там играет потоковая музыка играет то есть проблем нету все через кабель сейчас подключены без каких-либо там этих донгов вот далее пульт вообще просто дедовский не знаю он огромный причем эти вот там батарейки которые были в комплекте они все четыре в этот пульс ставились я вот честно хер его знает что тут в нем такого что он просто светится но сейчас уже на недостижение но туда вот 4 батарейки за пришлось ставить те которые там лежали еще очень такая особенность тупорылая что что чтобы вот что-то сделать до в меню у нас получается не вот на интернет нажать чтобы зайти в меню а вот в бог то есть так вот мы по менюшке перемещаемся и чтобы что-то вот изменить надо зайти вот сюда и там же вот опять менять вот этим то есть кнопка вот это enter а вообще нихера не в этом меню никаким образом не работает ладно вот это первая страница main menu то есть тут вот никуда еще пока не заходил первое это dsp options в общем то тут вот я не знаю какие-то настройки dsp дальше ответит дирак лайф она не активно но видим после калибровки будет активно лист ним он тут можно в общем то выбирать какой там видимо в пресет что ли его далее то он control честное херово знает что такое там дефит офф том дефит он еще не почитала не знаю ну тут мне не нравится что на чет выбирать поэтому будет стоять там дефит он так зон control над понятно по зонам я в общем то никогда вот этой всей херней с мультизонностью не занимался поэтому я тут ничего сетап меню вот это основная история то есть system info в этом еще раз тут ну то что последний пункт остался это температура настройки айпишники версии очень круто кстати что может температуру отслеживать ресивера такого на самом деле еще не видел нигде даже он скорость вращения этого самого вентилятора который на задней крышке находится ну и тут же обновление то есть там у нас по моему если обновление есть тут появляется звездочка и она соответственно тут тоже начинает появляться так сетап меню тут понятно control сетап в общем-то это режимы его там hdmi чо rc не rc какие там у него в общем переходить режим ожидания нет управления этими самыми каналами инфракрасными пультами в общем все это шнега сорсетап видимо на каждый сорс можно сделать отдельный какой-то прилепить пресет с какими там настройками и соответственно тут уже имя задать там вход-выход в общем какая-то такая шляпа и так вот по каждому сорсу сюда смысла нет захотеть какая-то спикер тут вот наверно самое главное в общем я вот как и говорил настроил таким вот макаром фронты лач у меня центр маленькие все маленькая тут тоже кстати вот не понимаю почему так сурран тут если я выключу то я не могу оставить тупо бэк у меня нет суррана по сути у меня же вот эти вот висят сзади колонки 2 пищалки они же по сути как-то больше к бэку относится вот поэтому приходится оставлять этот гребаный сурран тут вот только либо лач вот а of ведь сразу все пропадает поэтому смог бы кто же смол режим стерео хайт вот у меня подключен к этим колонкам потому что атмосовские модули верху соответственно вот на них можно как раз выставить что это маленькие колонки и режим долгий нет фронт тот вот долгий не блядь сурран есть еще долгий не блядь бэк топ фронт но это мне не топ фронт топ мину топ рир долгий не блядь фронт это у меня будет типа 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 атмос сабвуфер он ну потому что он есть инфекция бас ну и собственно вот приписка что если у вас там есть сабвуфер и еще вот колонки у вас ладжо это вы можете взять и херачить вот эту функцию я про пробовал я и выключал включал блин с ней вообще долгит просто конкретно в чем говорю вот сложно это объяснить на словах но долгит не так что типа тут да вот именно такой хороший панч прям чувствуется что такая но глубина как-то так фронт тут левел это видимо громкость там на каждый канал можно подрегулировать меня пока видите ни черта не трогал там дирак life of то есть она не сделал дирак потом посмотрю чем тут выдаст speaker distance тоже самое метра сантиметры ставьте выставляете правьте зон сетап в общем-то видимо что-то тут по второй зоне да кстати знаете какой момент по второй зоне цифровой выход по мне выводить нельзя только фона и вот там какой-нибудь аналоговый то есть цифры на второй зоне не выводится amplifers этап что-то тут я тоже нихера не понял а это видимо настройка второго усилителя но у меня он там получается как бы на бэк что ли идет вот то что бьям мне тут не сделать нельзя на этих колоках написано что по сути бьям нельзя и тогда смысл какой если у меня тут эти атмосовские модули ладно триггер сетап хер знает что триггер сетап хер знает что не знаю что ли с ним тут собственно можно вот как раз под каждый режим выбрать что должно в стерео быть как выглядеть как должно вот с ураунде если входной сигнал долги диджитал с ураун долги сран стерео дтс не ролик сними с раунд стерео дал микс x7 но в общем вот такие вот настройки не знаю у меня тут почему-то атмоса нету но я так предполагаю видимость то что у меня колонок просто тупо больше нету поэтому нету ты нету них финал от нас никакого долги это поймаю при выборе конфигурации долги то есть чего тут типа какой пресет для долги какой пресет для dts а какой пресет для инфекция стерео ну грубо говоря вы там вот то что мы сейчас выбирали в этих режимах прослушивания их вот все можно типа вот на этих кладках отдельно сконфигурировать фронт панель дисплей с этап это вот у нас тут яркость что-то тут выключать не выключать темный режим да нет что должно быть на вот этом вот экранчике который у нас фронтальный ну тут прикольно поковыряться есть от разные скажем так на режимы и там аналоговые видео метр кстати интересно то есть так то выводится у нас просто так то у нас вводится просто тот самый название клипа а если вот на аналоговые это включить то такие всякие штуки будут цифровые есть ну то есть позаморачиваться позаморачиваться есть чем так ну все наверное я тут уже так пробежался рассказал панель дисплеевые пресеты ну вот да тут видимо можно посоздавать этих кучу пресетов они вот тут у нас на пульте есть вот и видимо можно пресет input и тут вот пресет и input ну и соответственно видимо пресеты можно сюда вхерачивать и вот здесь их как-то там конфигурить вот система upgrade тут все ясно factory default ясно в общем select language ясно да кстати санкнович русский есть но блин там все так это коренько немного буквы не помещаются вроде перевели там что-то но тут на самом деле все так просто что наверное даже не смысла там на русском и на английском все понятно очень классно что меню такое простое без лишних там очень геморройных историй сценарий там и так далее как например в той же ямахи я хренел когда там лазил пытался найти что-то сделать переконфигурировать блин честно очень не то все геморрой вот тут все нормально все понятно то есть даже если где-то что-то ты знаешь хотя бы где это что-то пытаться искать двигать и смотреть что от этого поменяется когда знаете большой меню там уже начинаешь или не понимать вот что ты там дернешь сделаешь и что после этого произойдет здесь хотя бы как-то все вот на виду не можно что-то подергать это поделать и после этого как-то я не знаю посмотреть какая будет разница это как пришли в ресторан там три салата 3 супа 3 горячих и все они очень вкусные или вы пришли в ресторан где 33 супа 33 горячих и хрен пойми что вы все-таки не могу не завершить этот ролик некоторыми дополнительными комментариями вчера уже думал что все рассказал а сегодня вы знаете как-то захотелось просто добавить обязательно об этом вам рассказать в общем я думал эмоции пройдут там как-то да я подуспокоюсь и смогу более объективно что-то сказать ни хрена эффект сохраняется я до сих пор под большим впечатлением от того как зазвучала акустика и вообще вся вот эта система и знаете первый момент когда я вообще включил над он же не был никак там настроены откалиброваны я уже охренела того какой классный звук потом я все-таки заморочился с микрофоном калибровки дирак запустил настройку ну вот в том ограниченном режиме который идет по умолчанию вместе с этой системой то есть там дирак лайф но он ограничен диапазоном о чем я вот говорил до этого и вы знаете это не маркетинг то есть вот этот пресет который создался с помощью этой калибровки он сохранился после чего в настройках ресивера вы имеете возможность включить музыку с этим пресетом либо без него и сразу же прям вот разница она охренеть как ощущается то есть там выраженная середина появляется тут же как-то не знаю верхи тоже там начинает звучать немножко иначе буфер и вот этот низ он весь вообще сглаживается то есть никаких разрывов и вообще не чувствую то есть представляете вот до эффект когда ты включаешь систему тебе уже кажется что вот ну вообще все супер идеально и очень здорово все звучит потом ты проводишь вот это вот калибровку и о чудо еще может звучать лучше то есть ты переключаешься с этим режимом без этого режима включаешь эти настройки и сразу же ощутимо ты чувствуешь эту разницу далее я в общем-то купил полную версию собственно вот она мне тут не знаю видно ли будет вам или нет то есть вот я купил полностью лицензию которая никогда не истекает на полный диапазон 20 до 20 килогерц собственно пока не стал там заново что-то перекалибровать открыл свой в общем-то сохраненный пресет который был до этого снят со всех колонок и появилась возможность его просто тупо расширить тем самым он ну там откалибровал еще оставшиеся часть тоже все это дело загрузилась это же снова я почувствовал изменение в звучании поэтому ребят я однозначно всем рекомендую данную вообще систему ну там я не знаю на колонки конечно же имеет значение но в любом случае она красит то что у вас там звучало до этого и как вы думали что звучит круто также хочется отметить что очень мне хватает мощности то есть ее избытком предостаточно звучит там какой-нибудь трек не знаю там по airplay еще как-то и нету ощущения что колонки там напрягаются либо нехватка какая-то да то есть все звучит в районе там 50 максимум там 40 децибел и этого вот поверьте мне выше крыши как-то становится причем зазвучали треки и там фильмы которые вчера гонял там тихое место в том числе так как я до этого собственно и не ожидал что вообще ну целом я там что-то слышал или еще мне казалось чего-то не слышал оказывается дохрена чего не слышал прям здорово я конечно сейчас попробую вам поставить ну так скажем условно как-то какую-то песню там да и записать ее но я понимаю что все равно фигня у всех она будет звучать по-разному но просто вы хотя бы может быть сможете оценить объем сцены хотя это iphone не знаю насколько он хорошо все это дело запишет любом случае еще раз всем спасибо кто смотрел вот слушал мои вот эти все изыскания ну в общем ребят в общем рекомендуют